Муравейник рулит! Пять фестивальных дней Муравейника подошли к концу. Расставание – это всегда грустная пора. Но кукольники умеют прощаться весело. В специальной церемонии закрытия фестиваля каждый театр-участник приготовил небольшой номер. Зажигали и отжигали на сцене Ивановского областного театра кукол в этот день все. Актеры Озерского театра приоткрыли завесу тайны и показали простые будни кукольников. Правда, роль марионеток на этот раз сыграли люди. – Ну что, готов? – Готов, готов. – Где я? – На сцене. – Не, ну ты дебил, что ли? – Это реплика. – Ладно. – Где я? – Позволь приветствовать тебя, радужащий мой. – Я узнала тебя. – Ты эху. – Я не эху, я несчастный, влюбленный в тебя, юноша. – Игорь, куда тебя кукла смотрит? – Кукла смотрит носом. – Вот она. – Эху смотрит, есть носом. – Вот. – Данила. – Данила. – Данила. – А твоя куда смотрит? – Не обошлось в этот вечер, конечно же, без многочисленных поздравлений и подарков. Специальный приз от правительства Ивановской области отправился в белорусский Гродно. Спецприз от городской мэрии был удостоен Сахалинский театр кукол, который показал Ивановцам спектакль «Оскар и розовая дама». – Этот фестиваль рос, мужал на моих глазах, и он удивительно вырос. И вы знаете, он не только вырос, он добился невероятных успехов. Он смог завоевать сердца и чувства не только своих зрителей, но и своих руководителей, что далеко не всегда случается. Пять дней пролетели как мгновения. На фестивальный спектакль, к сожалению, смогли попасть не все, а только те зрители, которые заранее заботились о покупке билетов. Еще за неделю до начала «Муравейника» они были раскуплены на 99%. Целыми днями звучали звонки, нужно было брать телефон, и все спрашивали билеты. И говорили так, Светлана Анатольевна, ну что такое? Билетов нет. Поэтому, друзья, когда мы в следующий раз пригласим вас всех в гости, мы обязательно расширим площадки, сделаем их более массовыми. Во время «Капустника» свой вердикт вынесла независимая жюри – Григорий Гольдман и Николай Боровков. Независимые эксперты впервые на Ивановском фестивале давали свою альтернативную оценку всем спектаклям. Как вы все знаете, сейчас в Москве проходит фестиваль «Золотая маска» параллельно с нашим фестивалем. И мы решили, чтобы не было обидно участникам «Муравейника» сделать такую небольшую «Золотую маску» у нас и здесь. Поэтому все наши номинации, можно сказать, они будут такие золотомасочные. Так появилась номинация «Золотая завязка» за лучшие начала фестиваля, который был удостоен Ивановский театр кукол. «Золотой стряской» стал Сахалинский театр кукол за самый потрясный спектакль. Григорий Гольдман в довесок каждой шуточной номинации написал эпиграммы. Вот, например, что у него получилось о спектакле Варвары Ивановна Оренбургского театра кукол Пьеро. Я уже видел этот спектакль неоднократно, поэтому на фестивале я решил посмотреть его за ширмой. Я смотрел из-за кулис вот оттуда. И, наверное, не все знают, что в спектакле играло трое мужчин, но есть еще одна артистка, Олеся Баранова, без которой спектакль просто не состоялся, и она за ширмой помогала. Она скромно не вышла на подбор, давайте ей поаплодируем. И у меня даже две эпиграммы получилось. Первое – у вас спектакль без актрис, и потому я здесь, я смотрю его из-за кулис, где ползает Олеся. И второе – коротенькое – смотрю вас в третий раз и радостно кричу. Алло, Варвара Ивановна хочу. Следующий международный фестиваль театров кукол Муравейник состоится только через два года, а ивановские зрители уже начинают ждать новых встреч, ощущения большого праздника и маленького чуда. Муха села на вареник и закрылся в вареник. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.